Привет, друзья! Угостить вкусной выпечкой к чаю или на праздничный стол это всегда удовольствие. А если это выпечка еще и с лимоном ароматом, то радость двойная. Я люблю кексы за их неприхотливость в приготовлении и всегда приятный вкус. В общем, для этого берем один лимон и натираю на мелкой терке. Натираю только верхний слой кожуры лимона. С одного лимона небольшого получилась примерно одна ложка цедры. Выжимаю сок лимона, ставлю сисечко, чтобы не попали косточки лимона. Вначале взбиваю сливочное масло. Все продукты должны быть комнатной температуры. Взбивать масло не обязательно до пышной массы. Добавляю сахар, всыпаю все сразу маслом. И начинаю взбивать. Собираю время от времени масло лопаточкой со стенок чаши. И по одному разбиваю масло яйцов, продолжая взбивать до однородности. Взбиваю масляную смесь еще 2-3 минуты миксером. Можно перемешивать и венчиком вручную, но это занимает чуть больше времени. Поэтому для удобства использую миксер. Выливаю теплое молоко и лимонный сок. Продолжаем взбивать. В муку всыпаю разрыхлитель и ванильный сахар. Также щепотку соли. Сухую мучную смесь перемешиваю. И 2-3 приема добавляю масляную основу. Можно тесто перемешивать лопаткой силиконовой, а можно и миксером. Сыпаю остаток муки и на маленькой скорости взбиваю до гладкости теста. В последнюю очередь вкладываю лимонную цедру. И тесто готово. Оно получается легким и немного жидковатым. Туховку я уже включила и нагреваю. В это время я подготавливаю форму для кекса. У меня силиконовая. Смазываю маслом обильно. Не забываю и серединку обмазать тоже. Посыпаю донышко формы лепестками миндаля. И покручиваю форму, распределяя их по краям равномерно. Ставлю силиконовую форму на противень или на лист для выпекания. Выливаю тесто и распределяю поверхность равномерно лопаточкой. Подкидываю форму 2-3 раза. Трамбою таким образом тесто. Выпекала кекс 55 минут. При 170 градусах. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Она сухая. Кекс хорошо пропекся. Для пропитки кекса делаю лимонную глазурь. Со второй половинки лимона выдавила сок. Добавила 3 ложки сахарной пудры. Для цвета выдавила 2 капли желтого красителя. Кекс легко извлекается из формы. Переворачиваю на тарелку. Получился вот такой пышный и румяный. Можно просто посыпать сахарной пудрой. Будет вкусно. Но с лимонной пропиткой он приобретет более ароматный, благоухающий вкус. Заливаю глазурь еще теплым. Тогда он хорошо пропитается и корочка станет мягче и глянцевой. По желанию кекс можно украсить лепестками миндаля. Присыпаю поверхность кекса сахарной посыпкой. Придаю ему более праздничный вид. Здесь вы можете украсить как вам нравится. У меня не слишком богатая фантазия, поэтому украшаю по-простому, исходя из того, что у меня есть на кухне. В конце присыпаю сахарной пудрой. Немаловажное значение имеет тут быстрое приготовление данного блюда. И все ингредиенты доступны и всегда есть у каждой хозяйки. Можно испечь такой кекс без излишеств. Я имею ввиду миндаля и глазури. В любом случае на все 100 этот кекс стоит особого внимания. Он получился невероятно вкусным, мягким, немного влажным. И главное, безумно ароматным. Важную роль здесь играют лимон и ваниль. Друзья, всем прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. Этим вы поддержите меня. Пока-пока!